Цикл «Вечеров. Читаем Библию вместе» открылся в Общественном Международном Фонде Славянской Письменности и Культуры в Москве. В программе «Встреч» разбор священного писания и ответы священника Павла Островского на вопросы слушателей. В сюжете Галины Ледвиной подробнее о проекте. Подвигнуть людей к самостоятельному изучению священного писания. Такую задачу поставил перед собой создатель цикла «Вечеров» священник Павел Островский, настоятель Никольского храма из Красногорска, участник проекта «Батюшка онлайн». По его словам, идея чтения Библии вместе лежала на поверхности. Книга сегодня не относится к популярным. Она большая по объему и трудно понимаема без толкований. И поэтому люди приоритет отдают святоотеческой литературе и проповедям современных священников. Далеко не все читают священописание. При этом, если мы говорим о священописании, то зачастую, опять же, подавляющее большинство воцерковленных людей имеет в виду Евангелие. А такие книги, как «Деяристых апостолов», «Соборное послание», «Послания апостольские», я уж не говорю про Ветхий Завет, уже люди почти не читают. И поэтому, для того, чтобы людям было как-то интересно и проще, мы делаем такие встречи. На новой встрече продолжили чтение богослужебной книги «Апостол». Разбирали соборное послание апостола Иакова. Те события и советы, которые в ней встречаются, отец Павел переводил простыми словами применительно к нашей жизни. Можно вспомнить у апостола Иакова такие слова, что «пусть хвалится богатый унижением своим». А для нищего его, для счета, она для него слава. Вот нам, вроде людям, привыкшим жить в комфорте, в удобствах, ну, как-то странно считать богатство унижением. Но если посмотреть с точки зрения христианской веры, то человек, если он по-настоящему христианин, и именно любит ближних, то он на себе необходимое насущное оставит, а все остальное будет раздавать. Но у нас это не получается. Для каждого занятия берется одна глава и строчка за строчкой подробно разбирается. Отец Павел обязательно отвечает на все вопросы слушателей. Вечера посещают те, кто имеет искреннее желание познавать Слово Божие. Очень мало кто знает о своей вере, вот именно на более глубинном уровне. Мне очень интересно вот узнать вообще о возникновении нашей веры христианской. Что говорили апостолы, как вообще вот путь церкви. И вот обо всем об этом мы как раз здесь узнаем. После апостольских посланий перейдут к Ветхому Завету, который подавляющее большинство прихожан не читают вообще. Вечера «Читаем Библию вместе» подходит для всех возрастов. Они проходят в Международном фонде славянской письменности и культуры по понедельникам с 19 часов. Следующие две встречи пройдут 27 ноября и 4 декабря.